всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня продолжаю записывается расклады на колоде таро сумасшедшего дома и под эту колоду выбрала расклад которые вы видите название да куда уходит радость причины моего апатического состояния давайте сразу без вступления дам тайм-коды есть кто-то уже смотрит все позиции меня это радует если честно потому что каждая позиция можно найти что-то свое суть не в позиция в информации которые вы слушаете вот а кто-то уже знает и выбирает свои камешки ну в общем все как обычно а мы с вами приступим будем смотреть куда уходит сначала радость вот и причины в апатического состояния куда уходит радость а кстати да я вот забыла давайте так и сделаем как я делала в прошлый раз лично мне так оказалось удобно тянуть карты так так куда уходит радость десятка монет видно дам смысл этой карты заключается в том что мы здесь видим кровать глобус как олицетворение мира до бесы которые его изучают кошка стоящая на окне вот наблюдающая за поведением до этих бесов кровать разобранная и вот здесь вот в окне если вы видите есть человечек до который идет наверх завершение карта говорит о завершении десятки монет когда человек понимает что мой опыт да он уже по сути никому не нужен эта карта наследия передать некому и не важно что я наработал в этой жизни не важно что я приобрел какие материальные блага мой путь завершён и собой я взять могу только себя и именно те моменты которые я проживал что-то осознавал а именно материальные какие-то вещи материальные блага мои заслуги мои успехи они останутся позади то есть собой я это взять не ничего не могу здесь момент именно зрелости понимание того что в этой жизни помимо материальных благ которые безусловно необходимы важно и духовная составляющая и здесь это наступает момент зрелости так то есть куда уходит радость радость уходит туда что время прошло до то что я нажила здесь возможность с одной стороны знаете вот как может быть наследство да либо как наследие куда-то кому-то отдать передать и может быть приходит такое понимание что ну не востребованы мои какие-то знания то есть мне некому передать это никому не нужно я не могу найти тех людей с кем я мог бы поделиться своим опытом кому бы я мог передать багаж своих знаний либо прямом смысле да то есть наследство какое-то на что-то оставить другим людям материальном плане либо либо именно в контексте понимание знаний и опыта в рамках нашего вопроса куда уходит ваша радость скорее всего ваша радость уходит уходит в момент именно материального вот этого вот плана да что ну не получается как-то вот взаимодействовать к этому знаете появляется ощущение некой такой тщетности да то есть я уже как будто бы материальном мире все что я хотел я уже получил к чему дальше стремиться то есть для чего здесь вот такой момент действительно апатические состояния возникают а это не постоянно может быть и изредка у вас возникает такой момент непонимания а что мне еще нужно в принципе для жизни да по десятки педаклей вот я достиг ну самого апогея да то есть дальше дальше либо мне нужно начинать цикл заново да потому что десятка педаклей это последняя карта в колоде таро дальше у нас начинается в английской школе снова шут почему именно в английской потому что французской с мага начинается с первого аркана то здесь завершение то здесь я набрался полный путь полный цикл я уже завершил и нету понимания а куда мне дальше стремиться ну допустим стану я хорошим таком таким мастером профессиональным окей буду я за это деньги получать а что с ними делать да то есть ну вот нету как будто бы желание отсутствие желания отсутствие потребности да то есть я не понимаю для чего мне стремиться куда-то меня в принципе в моей жизни все так удовлетворяет и все устраивает то есть мне как человеку на все хватает поэтому я не понимаю единственное что я могу стремиться это вот туда наверх лестница вверх богу соединия слияния ну подготовка может быть к переходу на другое воплощение то есть осознание понимание того что я теперь буду сеять семена на мое будущее воплощение как кем бы я хотел не то чтобы стать а как бы я хотел там жить как бы я хотела развиваться в своем будущем воплощении и исходя из этого какие действия поступки я могу наработать уже сейчас для того чтобы в будущей жизни у меня как бы так сказать не то чтобы путь был выстроен как мог бы меньше минимизировать каких-то трудностей то есть наработать наработки они уже идут на следующего воплощение если человек здесь зрело здесь вопрос зрелости либо если вопрос здесь не прозрелось то то есть не ну не то что возраст а вот именно психологическая зрелость если не про это то здесь у человека опускаются руки потому что он здесь может быть знаете еще даже и финансовая утрата то есть не только полный апогей и у меня все есть меня все удовлетворяет противоположность то есть полная утрата то есть его что-то вложился и здесь не то чтобы крах а здесь про то что я лишился всего того что я ранее нарабатывал в том числе и опыт то есть я понимаю что это вот тщетно иногда бывает так с профессиями да то есть работаешь там учебу обучаешься потом какой-то момент понимаешь что а кому это нужно да и уходишь в абсолютно другую работу в другую профессию другое дело чтобы начать заново вот здесь вот апатические такие моменты что либо я не могу реализоваться либо я уже полностью реализоваться и я не понимаю что мне дальше делать вот здесь про это вот в эти мысли у вас уходит радость либо наоборот в достижении да в достижении какого-то своего финансового успеха до для того чтобы стать вот здесь получить богатство богатство как-то вот проявить не только внутреннего мира да мы во внешнем мире финансовом аспекте куда еще уходит ваша радость вот видите там был у нас десятка монет а здесь аркан мира завершение да то есть либо мало либо большое великий аркан завершение мира и опять-таки шут опять с нуля сначала самого начала куда уходит радость радость уходит к тому что я нахожусь каком-то вот знаете моменте перерождение исцеления то здесь акцент больше делается на какое-то вот возрождение что ли здесь действительно момент зрелости проходит понимание что человек на находят вот какие-то другие смыслы у вас появляются в жизни здесь не про переоценку а здесь узнаете какие-то другие взгляды на жизнь есть понимание уже никого такого единения с миром и в этих ваших осознаниях у появляется какие-то новые возможности которые вы хотели бы сделать да знаете вот как-то вот шагнуть за грань самого себя вот здесь вот желание знаете вот все оставить вот как этот человек да позади и как будто бы начать жизнь чистого листа то есть ваша радость идет не только в пессимистическом аспекте да а вот здесь вот все-таки я вижу для некоторых апатия наступает от того что наоборот появляются какие-то новые желания и понимание что мне дан второй шанс начать жить уже во взрелом возрасте но самого начала и вот это вот понимание новых возможностей да она вводит как будто бы в апатическое наоборот состояние то есть знаете как человек смотрит на возможности и вот возникает вот это чувство опять сначала и с одной стороны вроде бы да я хотел это недавно я видела ролик тик токе где мужчина идет навстречу вот и и там текст всплывает который говорит о том что нафиг мне это надо заново знакомиться заново ухаживать лучше я один буду дает вот он остается и сидит на кровати и думать нафига я делся кому не это нужно ведь это уже не я да вот здесь вот примерно такой же смысл то есть опять заново начинать и это вот вгоняет с одной стороны в апатию а с другой стороны это наоборот толкает вперед потому что здесь получили второй шанс на жизнь реально второй шанс на жизнь не заново не по-новому не переоценка а второй шанс на жизнь уже в более зрелой то здесь вот то что вот вы будете выстраивать по десятке педаклей аркана мира здесь уже будет более зрелый какой-то такой фундамент и вот в этом есть с одной стороны ваша радость и одновременно ваше апатическое состояние здесь куда уходит радость в построении это все то есть это вас радует хорошо тогда давайте посмотрим если здесь идет новая жизнь нам то причины тогда вашего апатического состояния в чем король кубков кто у нас здесь изображен а профессор и тейла кто знаком с таро и со всеми этими мистическими знаниями знает кто такой был и тейла если мы говорим в контексте стихий то это огненная часть воды это теплые источники да это вот вот это закузи с горячей водой причина моего апатического состояния возможному воспоминания прошлого да что вот когда-то были вот эти вы знаете горячие источники когда заходишь тебя расслабляет это хорошо это приятно это с одной стороны уходит какой-то стресс раздражение переживание потому что есть полное расслабление а с другой стороны после любой баньки наступает такая знаете небольшая слабость хочется сказать и ничего не хочется делать да вот такой вот некой степени приятное болото причина апатического состояния воспоминания прошлого либо персонаж который вызывал у вас эмоции человек который который возможно вы любили либо вас любили то есть вот с одной стороны здесь может быть какая-то фигура которая вспоминая о которой вы чувствуете этот вот упадческое состояние а с другой стороны это может быть не фигура это может быть состояние ваше когда вы вспоминаете вот что вот тогда тогда было лучше лучше в контексте того что у меня было больше сил сейчас нету сил сейчас нету желания сейчас нету возможности либо понимание того что время слишком быстро движется то есть восприятие времени и приближение к завершению воплощение вот может быть всплывают какие-то страхи может быть всплывают из прошлого какие-то ваши поступки которые вас огорчают и вы не понимаете почему я так тогда поступил да то есть где-то забирают силы где-то здесь вот расстройства какие-то идут по вашему прошлому то есть здесь однозначно прошлая жизнь король кубков тут и знаете здесь еще может быть если это не про прошлое а про нынешнее то непонимание нету четкости нету ясности конкретики нету да то есть все так расплывчато все так размазано знаете вот как некая такая клякса либо масло которое разливается на поверхности воды до масляное какое-то вот такое пятно не 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 непонятное да без конкретной формы и контуров то есть вот ваша жизнь может быть на данный момент в апатическом упадческом состоянии она как раз ки соотносится с тем что я не понимаю я не понимаю куда мне дальше двигаться зачем здесь главное понимаете не то чтобы куда а зачем почему у вас возникает такой вопрос что вот а зачем мне вообще куда-то двигаться да то есть вот с чем это связано вот какое-то знаете вот действительно нежелание нежелание жить а отказ от жизни почему у вас возникает вот этот вот отказ от жизни хочется спросить рыцарь монет рыцарь монет рыцарь монет у нас здесь изображен Демьян Хорст я уже рассказывала про него кому интересно узнать про та этого талантливого да кто-то говорит талантливый а кто-то говорит что он сумасшедший кто-то наоборот художник скульптор очень богатый человек в Англии в достаточно молодом возрасте вопрос его гениальности либо извращенности в некой степени почему извращенности потому что один из моментов в прошлый раз я вам рассказывала про череп в этот раз я вам расскажу вот здесь вот то что вы видите это очень напоминает бабочек ну кажется что это точки на самом деле это бабочек огромное количество то есть его труд заключался не труд а творение заключалось в том что в камере которая была наполнена токсичным каким-то газом были запущены большое количество бабочек по-моему больше сорока тысяч я даже не знаю где они были взяты ну не суть и в конечном итоге они погибли все эти бабочки и из этого был был создан как это сказать-то я даже не знаю скульптура не скульптура но в общем произведение искусств да точно так же как и с этой акулы которая была живая поймана и в вложили ее в аквариум с определенной такой жидкостью знаете вот в музеях как этот природы по-моему да вот если видели я не помню как называется эта жидкость где кладут ну вы знаете вот эмбрионов показывают в баночке да то есть чтоб они сохранялись как же это жидкость гидра как-то так не помню называется вот ну в общем почитайте про этого художника и скульптора зовут его Демьян Хорст рыцарь Педакли я уже говорила что суть здесь заключается в том чтобы материализовать свое творение да свои мысли которые есть потому что рыцарь монет это соединение стихи это воздушная часть земли соединение воздуха и земли на самом деле эти две стихи они не очень благоприятные между собой так вот воздух у нас отвечает за логику да за мысли земля это за материальный план то есть умение материализовывать какие-то свои задумки и вот здесь вот это вот разочарование да то что мы спрашивали апатическое вот это вот состояние когда я не понимаю зачем мне это нужно да то есть чем это связано почему вы не знаете потому что вы просто элементарно столкнулись я бы сказала с таким тупиком когда вы не понимаете как вам воплотить в реальность все ваши задумки да как можно не знаю это это не только планы какие-то может быть это элементарно например как создать семью я не могу понять как найти мне того человека да где вообще водятся те люди с которыми можно создавать нормальные отношения либо где водятся те люди с которым действительно можно вступить в какое-то партнерство в профессиональной сфере то есть заземлить как-то свои идеи у вас это не получается и отсюда у вас идет разочарование то есть вам не хватает знаний вам не хватает знаний как это можно сделать и вот смысл этого аркана и этого персонажа в том то есть заключается что никто не верил что вот за такую ну для простых людей может казаться что это вот вот именно то что я сказала да извращение то есть использовать как-то вот живых животных существ да для создания какого-то своего произведения и мало того за это платится немало деньги то есть вы можете загуглить и посмотреть сколько стоит его состояние если я не ошибаюсь по моему двести сорок пять миллионов английских лир в долларах это намного больше и это не полное его состояние то есть сколько платят люди за какое-то вот такое сумасшествие да что с одной стороны это вот психическое отклонение либо это действительно гениальность и здесь вот этот человек смог это сделать да он поверил в свою идею он ее реализовал и он смог ее воплотить вот в этом-то смысл этого аркана что он поверил и он делал и в какой-то момент это выстрелило у вас не хватает знаний как это сделать и это вот вас разочаровывает причем еще раз скажу это может быть какие-то даже мелочи не обязательно как найти элементарно как найти работу которая поможет мне выжить да то есть здесь момент может быть и выживание разные идеи да как их суть одна как можно проявить свою идею материализовать физическом нашем плане вот это все здесь скорее всего финансовый аспект то что мы начали с десятки педаклей здесь педакли момент финансовый для вас возможно очень-очень актуально на данный момент как я смогу это все реализовать как я смогу увидеть продукт своей своих трудов либо как-то своих задумок и из-за того что ну не получается это вот вызывает у вас какое-то такое ну апотическое состояние в контексте а к чему стремиться а зачем вообще что что бы я не сделала мне не получается да вот здесь какой-то такой момент все на на этом все да все равно 20 минут разговаривала единички с вами все мы переходим в позиции номер два красненькому камешку кто-то ему сюда двоечки куда уходит ваша радость девятка жезлов ваша радость уходит туда ваше закрытие да здесь человек элементарно захотел спрятаться спрятаться да здесь чулан такой вот и если кто-то подойдет и захочет со мной поговорить да оставьте меня в покое я не хочу никого видеть поэтому я вот здесь вот на палке создал себе вот такую такое чучело да который причем чучело тоже держит палку чтобы отогнать то есть попробуйте только ко мне подойти я вам покажу да то есть если вас не напугают то я вас накажу да однозначно отпугивание нежелание взаимодействовать с другими людьми куда уходит радость его нету радости от общения вы закрылись вы убежали вы спрятались в чем причина почему почему вы спрятались почему вы убежали семерка кубков по моему в прошлом раскладе тоже она у вас выпадала потому что сложно как-то определиться с выбором да я не знаю что мне выбрать я не знаю что мне делать как мне быть очень много фантазий очень много мечт не знаю как их реализовать где-то усталость усталость здесь много пробовал ничего не дало того результата который мне хотелось бы и поэтому я сейчас закрылся закрылся либо закрылась и не хочу ни с кем коммуницировать туда и уходит ваша радость куда еще уходит ваша радость ну вот перед вами вытаскиваю карту аркан силы в прошлый раз в прошлом раскладе тоже выпадала эта карта куда уходит на то что вы прикладываете большое количество усилий и это не не дает вам тех результатов которые вы хотели бы и вот знаете усилия прикладывайте а радости нету старайтесь очень много да где-то может быть наоборот чрезмерно я бы сказала потому что здесь все таки девятка жерлов я закрываюсь я устал здесь как-то насильно вот какое-то насилие да присутствует над самим собой ну это как вот при диетах да хочется есть вот но я прилагаю все силы для того чтобы уменьшить калорийность своего рациона да это в какой-то степени насилие над собой потому что ты хочешь тело просит по крайней мере на первых порах а ты вот прикладываешь дисциплину да здесь аркан силы про дисциплинированность тоже про страхи на страхи уходят тоже ваша радость да страшно страшно вот здесь тоже кстати в девятке жерлов мне страшно поэтому я и закрылся туда уходит ваша радость страшно устал ничего не хочу не могу определиться поэтому оставьте меня в покое это хорошо я не буду вас трогать тогда мы спросим а в чем же причина вашего апатического состояния да упадческого состояния а вот пятерка пятерка кубков смотрите здесь человек прятался да здесь человек сам себя наказал сам себя наказал и поставил в угол почему потому что произошел какой-то разрыв там у вас в прошлом раскладе выпадал тройка мечей а здесь пятерка кубков о боже смысл этого аркана сердце стоит на столе и демон как будто бы наказывает да вас так же как и вы сами себя встали в угол сами себя наказали за что за то что возможно здесь были разорваны какие-то связи связь не обязательно с человеком может быть ситуации может быть каким-то местом но на самом деле как говорит эта карта настоящие связи разрываются на небесах а не на земле поэтому физическом мире может быть и не быть этого человека вы можете быть на расстоянии вы может быть расстались но в душе этот человек все равно живет еще внутри вас и вы себя за это наказываете что не можете его забыть что не можете простить что не можете отпустить что да вы прикладывали всевозможные старания да вы что-то делали для этого но все никак не получается и здесь как будто бы вот вы начали сами себя наказывать за это но почему почему я не могу забыть почему я не могу отпустить почему я не могу простить есть такие моменты тоже может быть могут быть да и вот это вот вызывает какое-то вот апатическое состояние то есть я уже пробовал все на физическом плане вы здесь полный разрыв на физическом плане но на тонком плане на плане души связь все-таки присутствует и от этого становится еще больнее да человека нет я не могу к нему прикоснуться я не могу ему что-то сказать но потребность остается то есть в душе вот это вот желание оно есть и оно вызывает воспоминания и от этих воспоминаний как это было становится еще больно и здесь я сам себя наказываю за это здесь обиды боль утрата слезы переживания причина в расставании еще в чем отсюда в чем причина вашего апатического состояния четверка мечей четверка мечей знаете в чем здесь человек он мы видим как будто бы летает над как этот как лунатики летает над кроватью вот и он не понимает не осознает находится ли он в мире сновидений да где здесь такие же люди летают во сне как он либо он находится в физическом плане и просто лежит отдыхает то есть здесь вот как будто бы человек находится над какой-то на какой-то гранью и без здесь вытаскивает вот этот вот меч который может который может в любой момент уколоть уколоть чем осознанием того что все что ты проживал это был сон да и вот здесь вот ваша причина вашего апатического состояния наверняка связано с тем что вы как будто бы не можете себе простить либо не можете понять а может быть то что я проживал была иллюзия а не прибываю ли я так или иначе мы говорили о том что ваша радость сливается да вот в эти иллюзии фантазии мечтания воспоминания в некий такой самообман вот здесь вот боль от того что либо мне не дают летать да я не могу прожить то что я хочу то о чем я мечтаю с одной одна ветра развития а вторая может говорить о том что я боюсь я боюсь проснуться и уколоть себя вот этим мечом осознания того что все что было это был обман это был самообман знаете нет ничего такого болезненного наверное в жизни как осознание того что я сам себя обманывал я сам себе придумывал что а и не было никаких отношений а и не было никакой связи а и не было ничего и тогда на что было потрачено те года те силы те ресурсы и вот здесь вот скорее всего куда сливаем радость бывают такие моменты когда вы понимаете что где-то я сам себя обманывал где-то я сам себе причинял боль вот этим вот именно осознанием что на что-то закрывали глаза что-то не хотели видеть а где-то что-то приукрашали где-то уступали а не надо было где-то была какая-то скука возможно в отношениях и она не была проговорена потому что стали чужими людьми друг для друга и остались претензии остались обиды вот здесь вот эти вот моменты что а я не знаю что мне лучше в жизни пребывать вот в этом сновидении либо все-таки проснуться что будет лучше проснусь и мне будет больно но во сне все спокойно все тихо и все так же идеально я могу летать я могу мечтать но при этом я теряю жизнь реальную жизнь так что же мне выбрать опять-таки вопрос выбора что мне выбрать проснуться открыть глаза увидеть реальность где что я нахожусь в психической больнице либо все-таки продолжать спать и находиться вот таком заберение сложный момент здесь поэтому причина апатического состояния знаете здесь люди которые четко понимают где они сами себя и в чем они обманывали но признаться самому себе стыдно вот именно стыдно не больно не еще что-то а стыдно потому что тогда надо будет признать поражение большой части времени вашей жизни такой вот был сегодня второй расклад даже не знаю какой карты вам перекрыть давайте силы все-таки перекроем все вот эти вот переживания ваши двоечки кто-то будет говорить потом или не хватит на этой карте на этой колоде говорить такая очень откровенная болезненная вот третья позиция зелененький камешек троечки куда уходит ваша радость смотрите какая замечательная двойка куда уходит ваша радость даже не знаю в плюсе ее трактовать либо в минусе почему потому что здесь мы видим двух персонажей у которых закрыты как называется лица головы замотаны это тот момент когда мы находимся во влюбленности мы не знаем друг друга но мы нам интересно изучать друг друга нам интересно придумывать что-то да может быть сделать экстраполировать какие-то свои ощущения на другого человека либо создавать проекции идеала партнера на другого но в любом случае в начале в начале отношений это все так хорошо мы погружаемся вот здесь вода мы погружаемся в свои эмоции мы погружаемся свои переживания мы упиваемся моментами чувствования друг друга эти всевозможные бабочки переживания это так заманчиво это так хорошо это так приятно но со временем мы понимаем что мы находимся все-таки в неких таких рамках ограничений одной коробки которая со временем дает сбой да здесь мы видим дырки и вода начинает утекать тогда но это будет позже позже мы поймем где и в чем мы ошибались что какие-то моменты были иллюзорны потому что мы так и не узнали друг другу кто мы есть да мы так и не увидели мы не смогли посмотреть в глаза друг друга чтобы увидеть именно души а не физический план но это будет позже а сейчас мы наслаждаемся компанией друг друга и вот хитрый лис да в виде беса то есть здесь бес как хитрый кота который четко знает и понимает где мы обманываем друг друга но он молчит потому что он не человек он не может сказать да то есть здесь одновременно присутствует и хитрость и с другой стороны присутствует вот эта вот открытость чувствования переживания ощущение другого человека ощущение какой-то близости но насколько она действительно реально да либо выдуманная здесь по этому аркану сказать невозможно потому что мы не видим лиц друг друга да мы находимся в союзе да мы находимся в гармонии на данный момент в удовольствие да мы распиваем напиток да держа бокалы ну стаканы в данном случае в руках поэтому куда уходит радость радость уходит на мы здесь может быть на общение на коммуникацию на взаимодействие с другим человеком в прямом смысле может союз быть да партнерский либо личный но на удовольствие если говорить одним словом да куда уходит наша радость на удовольствие но помните что коробка под тяжестью воды размякнет она уже дала трещины и в какой-то степени мы это понимаем вот радость туда уходит в удовольствие наслаждение куда еще уходит радость колесо фортуны перемена в какой-то знаете сценарий который вы проживаете какая-то повторная ситуация которая скорее всего не приводит вас к желаемому результату что это за это ситуация повторная ох здесь две карты выпало одна карта девятка мечей и император страхи страхи по поводу какой-то стабильности здесь ощущение того что я боюсь что я не приду к той стабильности которой я хочу я не получу ту уверенность я не получу ту заслугу которую я хотел бы страх по поводу границ рамок признание самого себя что вначале может все начинаться так хорошо а потом все может разрушиться вот здесь вот как мрамор который дал трещины что мой мир может дать трещины здесь ощущение каких-то вот последствий да что из того что есть уже какой-то предыдущий опыт вы боитесь начинать что-то новое потому что вам кажется что именно в этом новом вы придете к тому же результату что вы приходили в прошлом что вот вы как раз таки вот по этому кругу и ходите и мне становится страшно а от того что мне становится страшно я убегаю причем убегаю в себя я закрываю свое лицо я не хочу видеть внешний мир мне он страшен потому что он мне непонятен но то что кроется от себя как говорится не убежишь то что кроется внутри вас это намного страшнее и когда наступает темнота когда наступает ночь а здесь мы закрыли свое лицо что наши внутренние демоны наши внутренние теневые аспекты нагоняют и нагнетают обстановку и мне становится еще страшнее а от того что тебе страшнее и ты не принимаешь никакого решения от этого ты ну как как сказать твоего состояния внутреннего ничего во внешнем мире не не поменяется ты твое восприятие может изменить внешний мир и ты можешь выйти из ситуации только тогда когда изменишь свое восприятие до тех пор пока ты боишься причем смотрите как интересно здесь закрыто лицо и здесь закрыто лицо да я не хочу видеть что вы не хотите видеть давайте посмотрим прежде чем перейдем к апатическому состоянии куда вы сливаете радость сливаете на то что что-то не хотите видеть что-то не хотите а чего-то вы отказываете что вы не хотите увидеть при доколом королева жезлов женщина обожающая жизнь женщина очень сексуальная активная невзирая на свои на свою физиологию и травму которые она получила в юности и хромала очень сильно переживала были физические боли невыносимы этот человек был всегда в центре внимания она всегда притягивала внимание как мужчин так и женщин ее любовь к жизни энергетика которая фонтанировала то есть вы условно говоря боитесь увидеть саму жизнь вы боитесь наслаждаться этой жизнью вы боитесь проявлять себя показывать вы боитесь увидеть какие-то даже свои теньвые аспекты и признать их и сказать что да они у меня есть и я научусь с ними взаимодействовать но это меня не остановит от жизни здесь ощущение того что вы боитесь жить вот туда вы сливаете на страх хорошо боимся жить понятно тогда в чем причина вашего апатического состояния король педакли он у вас выпадал в прошлом рассказать раскладе да в понедельник причина апатического что я с одной стороны я не могу получить признание а с другой стороны у меня нет той стабильности знаете здесь противоречия огня и земли одно говорит про жизнь про движение другое говорит наоборот про стабильность про постоянство эти две энергии стихий они противоположные они не противоположные они они негативно влияют друг на друга потому что огонь он сжигает деревья он сжигает всю землю и получается так что ну он вредит да то есть негативно влияет а землей можно засыпать любое пламя да то есть это же его как-то подавить и здесь вот эти вот две энергии да они взаимо ну убивающие можно сказать да подавляющие друг друга и с одной стороны да я хочу какую-то стабильность а с другой стороны я понимаю что в стабильности нету перемен нету перемен значит нету жизнь потому что жизнь это движение это изменение и вот одно как будто бы противоположенную другому до противоречит другому и это вызывает вот внутренняя какая-то несостыковка да не понимание что и как мне быть что мне делать что мне выбрать как мне действовать куда мне двигаться вот и это вызывает апатическое состояние но на первых порах да здесь вот я закрываю глаза и я просто наслаждаюсь наслаждаюсь эмоциями наслаждаюсь чувствами тоже такое своего рода побег на опять-таки здесь границы здесь границы четверка у императора я нахожусь в каких-то рамках вода до болота я нахожусь в своем каком-то болоте еще причина вашего апатического состояния здесь могу сказать что просто я не не получаю не удовлетворен финансовые не получаю не покрываю свои потребности так бы как я хотел на первых порах чем причина вашего апатического состояния вот я вам говорила про теневые ваши аспекты вот если посмотреть на шестерку монет в этой колоде смотрите мы опять видим того же самого императора но здесь император он втянул свою голову как говорится в шею да в плечи и шеи абсолютно не видно почему потому что здесь на плечах у него сидит без и только вот этот вот без до который управляет им он сам решает кого я буду награждать золотой шоколадной вот этой вот монетки потому что ты выслужился да передо мной ты молодец тебя надо награждать а здесь этого бедного несчастного ты получаешь мышь ты получаешь вот эту машину вознес суету потому что где-то в какой-то момент ты не поверил в себя да и ты заслуживаешь только мышь но внимание император настолько закостенелым стал что им уже управляет его теневые аспекты здесь они показывают о том что нужно услышал выслуживаться перед кем-то да что из-за того что ты знаете как это ни рыба не мясо да вот что-то такое как-то второсортное да вот тебе и мыши в награду почему говорю второсортно потому что не любят людей которые выслуживаются не любят людей вообще которые как-то знаете лебезят лицемерят это вызывает отторжение потому что нету ничего человеческого нету достоинства в первую очередь у такого человека поэтому на тебе мыши на возьму его возьми и это много тебе а тебе медаль почему потому что ты ну как-то заслужил опять-таки не по достоинству а просто ты выполнил те требования которые я себя просил и только я решаю да кому что-то дать а кому вообще ничего не дайте как-то знаете вот с презрением оттолкнуть еще больше да то есть оставайся еще ниже того уровня на котором ты находишься и вот здесь вот причина вашего апатического состояния что где-то иногда в это внутреннее это внутреннее состояние где-то я иду на поводу у своих каких-то животных животных аспектах и я потом как-то вот знаете сам себя не уважаю вот ну почему я так поступил за какой-то вот мимолетное наслаждение удовольствие я не про секс сейчас я вообще я потом как-то вот себя веню корю почему как ну то есть как вот я поступил как животное да то есть неразумное а с другой стороны вот это вот понимание что кому-то надо доказывать что-то выслуживать для чего найти вот ощущение какой-то внутренней несвободы проявление здесь семи грехов потому что ну здесь 7 арок на заднем плане до 7 грехов демонические вот эти вот проявления до всех этих бесов и в конечном итоге вот этот вот император вот здесь вот он как раз таки и рушится на рушится трещину дает полностью все его вот эти вот убеждения потому что он не понимает какой путь выбрать весь ощущение того что вот я сам собой как будто бы не могу договориться я сам себя презираю каких-то моментах такое тоже может быть за что вы себя презираете давайте спросим если такое есть вот у нас выпал товарищ кроли король мечей презираю я гениальность гениальность этого человека до ум желания желания силы власти опять-таки как император знаете здесь если вы мужчина очень интересный такой момент у кроли в жизни было желанием найти себе спутницу жизни которая смогла бы его укротить укоротить его силу его власть у него было желание подчиниться сильной женщине но не та которая бы его подавляла а та которая бы его укратила своей женственностью вот он всю жизнь искал себе такую партнершу которая была бы ему ровня и все-таки король мечей как архетип это человек который никогда не вступает в диалог человек который ведет только монолог очень ревнивый потому что не умеет управлять своими эмоциями а если мы говорим конкретно про кроли то здесь первично нужно было укоротить как раз таки своих демонов что в какой-то момент ему это не удалось и это провело его концу то есть желание силы желание власти и с другой стороны постоянно развиваться постоянно чему-то обучаться очень много идей причем действительно гениальных и очень сложно доводить какую-то идею до конца и вот здесь вот эти вот я же говорю если не смотреть на то что здесь изображено а читать как в классике то получится так что вы не можете получить какое-то признание своих трудов потому что как-то здесь ощущение того что вы сами себя не признаете как мастера в первую очередь почему мне хочется спросить почему здесь просто вы знаете я и стремлюсь к чему-то такому стабильным и к деньгам с другой стороны я не понимаю зачем мне это надо почему вы не потому что вот карта выбора потому что с одной стороны я хочу быть свободным с одной стороны я хочу совершать тот выбор который я хочу а с другой стороны есть то что зовет мое сердце да здесь с одной стороны ум логика а с другой стороны сердце По сердцу я понимаю одно А по логике ума я понимаю что-то другое А в идеале я вообще хочу уйти отсюда Вот этот шарик воздушный Я хочу улететь Потому что мне все нафиг надоело Но я понимаю, что даже если я убегу Это тоже не будет решения Потому что мне тоже это не принесет какое-то удовлетворение Здесь ощущение того, что я не получаю ни от чего удовлетворения Потому что не могу как-то определиться Смотрите, здесь двойка у нас была Двойственная страхи у нас здесь присутствуют Здесь тоже два персонажа Здесь тоже Здесь как-то про выбор Я не признаю себя как мастера Почему? Потому что я не могу определиться С чем вы не можете определиться? Каким мастером вы должны быть? Либо вы не можете определиться в какой сфере То есть с чем? С чем вы не можете определиться? Здесь скорее всего вы не можете определиться что вам, да, знаете, что тут интуитивно хочется сказать, есть сфера, которая приносит вам деньги, но к ней у вас не лежит душа, а есть другая сфера, которой лежит душа, да, но нет денег, и я не знаю, что выбрать, я не могу определиться. С чем не можете вы определиться, да, все получают по заслугам, я говорила про этот аркан, аркан праведливости, где медбрат в виде ангела парящего, да, здесь он вот весы держит, и на столе горска лекарств, каждый получит свою горскую, никто не получит ни больше, ни меньше, каждому то, что прописано, то он и будет получать, медбрат только следит за тем, чтобы каждый взял, каждый возьмет свое, поэтому вопрос был, если я не ошибаюсь, потому что я очень глубоко погрузилась, это был вопрос о том, что в какой сфере, с чем вы не можете определиться, в какой сфере, здесь скорее всего, в какую сферу вы бы не выбрали, здесь вопрос не про это, в какую сферу вы бы не выбрали, вы все равно получите по заслугам то, что соответствует этому пути, ни больше, ни меньше, поэтому не важно здесь, что вы выберете, не важно какую профессию вы выберете, вы получите то, что соответствует этой профессии, что вам делать здесь я хочу просто спросить что вам делать что вам делать ту спиндакли что вам делать знаете хочется сказать реализовывать посмотрите здесь на голове во первых солнечный свет на порождением изобильных да здесь какой-то своеобразный такой сад в голове мысли порождают мысли рождают цветы вот этот вот сад красоту богатство это может быть и внутреннего мира и внешнего да и здесь вот те идеи которые приходят человека их рисует не ожидая о том что придет признание или нет здесь что вам нужно делать делайте то что вам приносит удовольствие те идеи которые приходят вам голову реализуйте не обращая внимание на конечные результаты здесь вам нужно сделать акцент именно на процесс то что наполняет вас не то что забирают у вас радость вот это вот цикличности и страхи потому что получу ли я стану ли я этим королем педакли или нет а вот как раз таки ориентир держать на королеву жезлов то что чем чем наслаждаюсь я то что дает мне жизнь то что дает мне движение не смотреть по факту получу ли я деньги или нет а схватить схватиться за шанс и делать то что приносит мне удовольствие то что помогает мне заземлять вот эти вот все идеи и как говорится позже по справедливости мы разберемся получу ли я тот результат или нет то есть первично здесь ощущение того что вот именно на ваше вот этого состояния смотрите опять-таки да сейчас мы сидим наслаждаемся и позже мы поймем то есть есть эта утечка или нет прорвется ли этот картон эта коробка да и вот произойдет утрата у но вода выльется вся из-за этого но это будет потом а вот и не надо думать о потом важно думать о сейчас вот сейчас что есть есть эти цветы в голове давай я их нарисую вот потому что потом я буду как говорится как говорила с карлида об этом я подумаю завтра когда будет завтра тогда вы будете определяться сейчас вам нужно акцент делать на то что вас наполняет то что приносит вам удовольствие то что приносит вам наслаждение они думать о том что вот то что я делаю скорее всего в профессиональной сфере здесь все-таки идет вопрос на если это касается другой сферы здесь я не знаю как трактовать но если это касается все-таки профессиональной сферы займитесь сделайте то что вам хорошо то что туда вас наполняет главное они результат а главное состояние потому что именно вот это вот состояние это дает вам знаете принятие сегодня одно состояние завтра другое состояние в этом есть вот это вот гибкость а в гибкости есть движение в движении это и есть жизнь то есть по сути состояние это и есть же сегодня я в одном завтра я в другом умение не циклиться не стабилизировать это что-то я все время хочу чтобы мне было я получала удовольствие на нет а наоборот быть открытой к любому результату но здесь вопрос не про результат здесь вопрос про то что вас наполняет потому что на это именно состояние к вам и будут приходить ваши результаты не результат является следствием процесса а результат приходит на состояние не то что вы делаете а то что вы на то состояние в котором вы пребываете когда вы что-то делаете и здесь это состояние должно быть как раз таки любовным. То, что вас наполняет. То, чего вы, ну, вас распирает, то, чего вы кайфуете, то, чем вы живете. Делайте это, не думая о последствиях. И вы получите так или иначе. То, что вам прописано, ваше от вас не уйдет. Неважно, в какой это сфере. То, что ваше, оно так и будет. Поэтому расслабьтесь и получайте, как говорится, удовольствие от того, чем вы занимаетесь. То, что вас наполняет. То есть вам не нужно думать, какую профессию выбрать, в которой есть деньги. Вам нужно думать о том, что вас будет наполнять. Потому что сейчас вас наполняет страхи, даже если вы найдете профессию, в которой будут деньги, вы все равно будете бояться. То есть страхи либо с деньгами, страхи либо без денег. Понимаете? Потому что то, чем вы наполнены, вам нужно изменить ваше внутреннее состояние. То, чем вы наполнены. Чем вы наполняете себя на чем вы фокусируетесь нет все-таки двойку кубков хочу перекрыть такая у меня была третья позиция благодарю вас всех за просмотр ваши комментарии лайки хочу пожелать вам всего самого наилучшего в пятницу я уже выйду вы меня увидите ну с моим лицом они карты и мы попробуем немножечко сменить настроение наших раскладов то что я не хочу залипать долгое время вот во всем этом негативном но и как-то другую тему вот на этой колоде я бы не смогла сделать но мне так кажется я конечно же всегда могу ошибаться прощаюсь с вами всем всего самого наилучшего пока пока